добрый день с вами поездец сегодня покажу где редактировать стаки и как включить админское оружие в частности mp5 заодно мы его немного подредактируем для начала показываю как редактировать стаки как и обещал в прошлом видео открываем файл items.xml по известному нам пути кто не знает где соответственно смотрите первое видео ну к примеру то дерево которое мы нарубаем сейчас попробуем изменить открываем клапотом соответственно ctrl f и вбиваем в дерево если мы просто вобьем дерево то там долго и стоит не надо забить как вот он скраб метод который материал который нам параметр стак нальдер 6000 это как раз количество ста поставим 30 и все можно запускать игру дерево можно будет уже 30000 таскать с собой в одном стате соответственно с любым другим материалом можно делать абсолютно то же самое хорошо крошу цент это у нас песок который мы добываем тоже 100 6000 можно поменять ну к примеру те же самые наши бандажи посмотрим вот у него параметр стак нальдер значение стоит 5 соответственно больше пяти там в стак не помещается больше тридцать тысяч ну точно не могу сказать какое число можно поставить свыше которого там все пропадает при сохранении 15 альфе там еще можно было сделать миллион через раз она сохранялась при загрузке пропадала то оставалось сейчас больше тридцати тысяч делать не стоит ну давайте запустим игру и проверим теперь наши изменения не забываем сохранять файл так включаем режим разработчик дн консоли консоль по их 1 по их 1 и открываем буквы дневник ну давай мы привезем с под так 30 тысяч теперь бандаж 30 тысяч но от до 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 вот они 15 50 и так далее так работает теперь включим обменскую mp5 и посмотрим на нее открываем питерцы мы не ставим до самого низа у нас интересует выделяем вот этим ставить нужно чуть выше вот такого значка ставлю пробелы чтобы потом проще было найти и детектируйте выгодно вставили на теперь строчку креатив мод надо удалить все сохраняю файл запускаем игру так открываем наши вещи и листает самый низ вот она обмин супер фиге давайте попробуем что она из себя представляет это пушку удаляет все блоки куда бы мы не стреляли куда бы мы не попадали она это все удаляет и очень неплохо можно копать единственная проблема те блоки которые удаляются они не попадают на инвентарь они просто ищут теперь давайте вернемся в наш этим xml и подредактируем ее немного открываем снова наш этим xml и листаем до нашего оружия во-первых оно не наносит лун по зомбям если вы хотите чтобы мы еще не зомби убивало то нужно изменить вот этот параметр дэмошкинки где поставим что-нибудь такое серьезное в районе 10 грех заодно я бы добавил по блокам увеличил был раз в 10 до 3 станет у нас 30 тысяч далее я изменил бы параметр уничтожение оружия после того как закончится его помощь кстати прочность вот она 999 999 так деградейшим брейкер и заменим на теперь пушка когда прочность станет нулем она не будет уничтожать далее я добавил бы ей возможность починки для этого откроем любую вещь которую можно сполнить это наш первый топор так и вставляем его после этой строки, хотя в принципе оно примерно там, где-то в этом районе. Роксмол, ну не знаю, можно на обычное дерево поменять. Теперь давайте заставлять его подбирать блоки в инвентарь, те, которые он уничтожает. Нас интересует параметр property class action 0. Вот он начинается, описание, вот он заканчивается. И вот, соответственно, в последней строчке мы вставляем следующее property name. Категории, равно, ту категорию, ту категорию, Теперь его копируем еще два раза. И надо поставить в конце вот такие значочки. Так, первое, ту категорию виза-сэмбли. Значение будет у нас единица, второй лучок, черт, значение поставить 0,5. И параметр некий 3,5. И последнее, хорвестинг пулс. Назначение величины 0,7. Параметр в единицах. Ну, вроде похоже на правду, осталось только сохранить и запустить игру, проверить. Что мы, собственно, и делаем. Я уже не стал записывать, но не заработало. По всей видимости, надо вкладку поменять. Больше не 0, кренжер на ней. Ну, дополнительно к тому, что мы написали. Сохраняем. Вот теперь сейчас попробую запустить. И если получится, то вы увидите игру. Если нет, то продолжим мучиться дальше. В процессе поиска того, из-за чего оно не работало. Не работало именно из-за вот этого класса. Рейнджер надо было все-таки действительно поменять на ней. Я поменял урон по зубам бокам на 0,1, как и было. Я так понимаю, можно вернуть его обратно на 10 тысяч. Все сохраняем, запускаем, должно работать. Сейчас увидим. Ну, вот я сразу в городе появился, все работает. Дерево. Вон оно стоит. Выстрелили и получили 13 угля, 98 деревяшек. Можно развалять и получить железо с надстройки. Волк разберем. Машину. Машину ему дал. Ну, там двигатель тоже. Все-таки такое. Все равно, что мы разобрали багаичным ключом. Заодно мы же проявили урон по зомбакам. Можно пострелять. Все, готово. Сейчас пойду ближе. Так же можно распилить здание, например, напополам. Достаточно скорострельное фирме. И будет очень хорошо распиливает. Нужно себе быстро пробивать проходы. Можно неплохо вкопаться в землю. При всем при этом добыча ресурсов и йог. Добавляем. Очень удобно копать пещеру. Намного удобнее, чем тем же самым буром или терпой. Вот это все пещеру. И уедемся на ней. Ну, вот со стороны у нас получилось вот такое творение. А, это военная база. Ну, урон по блокам у нас колоссальный. И поэтому попасть в внутренний составе теперь уже. Подвезем боки. И вотcentered у нас колоссальный. Тут уже сразу не вернула. Теперь можно нести смерть и разрушение по всему миру санглой стыдой с этой пушкой на руки отбивают если у них попадает бесишься так а будет ли она с трупов кости да, кости и мясо тоже собирает сейчас попробуем располнить какого-нибудь животного именно убил так вот завалили медведя и получили с него жил, шкуру и мясо и кости в принципе она работает как нож, кирка, бур и топор даже у люка металлического нет шансов против этой пушки он выносится с одного удара всем спасибо за просмотр не забываем ставить лайки и подписываться на канал совсем скоро выйдет новое видео там будет что-нибудь интересное всем пока